Спыниться на какой-нибудь одной станции на шляху исследования литературного долежанца напыльно немогчима. У программы «Подорожже» незвычайные выставы с устречой знакомств. Гастям библионочной пропоновали отпочить у славянским литературным трактиры и подспробовать стравы с литературных творов, поудельничать у мастер-классах або своими руками зарабить ляльку оберег. Планировали сделать мастер-класс по трём куклам. Это роженка или богатка, пеленашки и десятиручница. Но меня так увлёк сам процесс изготовления этих кукол, что я решила сделать на запланированную куклу вот такую вот домовушечку, маленькую такую вот хорошую домовушечку, в которой спрятана монетка на благополучие. И вот эта вот куколка поможет женщине приобрести достаток, успех и покой в доме. Для аматоров интеллектуальных гульня – литературное казино. Музейные экспозиции народных письменников Беларуси для прахильников их творчасти. Музыка из певы у литературно-музычном салоне для аматоров – кинематографа. Особное место на библионочной заняла фотовыстава портрета у книжной люди, где у незвыклым амплуа выступили сами супрационники библиотеки. Вот этот наш проект, который мы открыли накануне, тоже посвятили ему нашему профессиональному празднику. Это наши сотрудники библиотеки, снятые в интерьерах библиотеки, обязательно с книгой и в воплощении какого-то литературного персонажа. То есть таким проектом мы хотели подчеркнуть одухотворенность сотрудников библиотеки и их творческую составляющую. Настроение потрясающее, успел посмотреть, уже обходить все. Сейчас остановился на джазовом коллективе, просто безумно люблю джаз, потрясающую атмосферу. Акустика шикарная. И библиотека сделала такое грандиозное какое-то прям открытие для людей, которые нечасто ее посещают. Просто со всех сторон себя можно показать, это потрясающе. Все лето библия ночи у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина пройшла в четвертый раз. Колькость гостей никто не подличывал, такой мэты супрационники не ставят. Это своего рода ночи открытых дверей, а тому больше важно продемонстровать читачам макшимости культурно-светницкой установы. Сучастная библиотека – это не только место, где заховываются книги, а и центр культурного развития человека. Я уже не первый год хожу на праздники. Очень нравится литературная гостиная, стихи читают. Впервые нас покормили за то, что мы знаем.